Саш, ну, не секрет, что на самом деле ты пробивал весь этот молодняк, всю эту волну. Ну, было дело, да. Цоя, фактически, насколько я помню, по радио. Первый раз у меня, да, было в программе. Ну, приходилось ругаться, честно говоря. Это было начало 80-х, и первые записи питерских групп пришли на радио. Какое это радио было? Что за радио было? Радио было, это была радиостанция «Юность», и Таня Бодрова, редактор, была этой программой. Мы придумали программу, хит-парад Александра Градского. И ты сам отбирал персонажей? Более того, я даже сам считал очки, люди присылали какие-то письма, и по этим письмам мы раздавали всякие места. Причем это был такой довольно странный хит-парад, он не был жанрово ориентирован. Туда могли попасть любые музыканты, и рок-н-ролльщики, и эстрадники. Терпен попса тогда еще не существовал. Ну, поп-музыка там тоже была. И Пресняков, молодой, Маликов, Кузьмин, который, в общем, такие вещи писал довольно, рок-эстрада такая. Продолжение следует...